Всем привет! Меня зовут Александр Борисович. Мы по-прежнему работаем в Татарке и сегодня я хотел рассказать о нашем новом приобретении. Это так называемая система быстрой нивелировки от компании РУБИ. Продается стартовый набор в таком ведерке. Его цена без скидки составляет 4,350. В том магазине у нас скидка и в итоге покупка нам обошлась в 3900 рублей. Как бы анонс у нас уже был. Теперь мы хотели немножко поподробнее рассказать про то, что находится в этом ведре и как мы этим пользуемся. Итак, что у нас было в ведерочке. В ведерочке были так называемая инструкция. Тут она практически без слов. На картинках показано принцип работы этой системы. Вся пошаговая такая инструкция. Ничего как бы не объяснено. Почему-то на первой картинке тут нарисовано, что вот сами стяжки вот эти должны быть замочены в ведре на 30 минут. Ну, максимум 120 минут. Вот модно этой картиночке. Для чего это делать, я не понимаю. Если кто знает и пользуется этой системой, знаком с этими правилами, так как мы еще так далеко как бы не копали, все у нас и тут и так все получается. Напишите в комментариях для чего это делается. Дальше тут все 16 позиций картинок нарисованы. Написано, что зачем делать. Это все доступно, понятно. Практически все и без слов. Что дальше у нас еще внутри. Имеются вот такие стяжки и имеются колпачки. Стяжка заходит в колпачок. Здесь она устроена таким образом. Там замочек такой клиновидный. Вот она в эту сторону вылазит, а уже обратно не идет. И если ее хорошо поднатянуть, то она останется в напряженном состоянии. Колпачок будет в этом месте вот так устанавливается. И колпачок, если придавить, то он будет оказывать действие на две рядом лежащих плитки. И будет их выдерживать в одной плоскости. Это все делается вот такими специальными. Ну назовем их такие. Клещи или затяжка. Ну не знаю, тут не написано, как это вообще позиционируется эта штука. Ну назовем их клещи. Вот они заходят. Вот так покажу, хоть я не левша. Вот видно, что они сюда входят. И когда нажимаешь на рычаг, происходит затягивание. Здесь нигде не указано, но по идее, мы уже как бы попробовали, затянуть нужно только один раз. Вот здесь есть уборчик такой. Вот одну затяжку, одно подтягивание, эта затяжка выдерживает. При попытке второй раз подтянуть, ее просто отрывает. Собственно говоря, это и нужно сделать потом в конце, когда разбирать всю конструкцию. Еще раз нажимаешь, она отрывается. Колпачки используются несколько раз, а затяжки всего лишь разовые. В этом стартовом наборе этих колпачков и этих затяжек по 100 штук. Колпачки можно использовать в одном из видео. Я как бы смотрел и там рассказывали, что их хватает приблизительно на 10 раз. На 10 таких затяжек. Поэтому затяжки нужно приобретать отдельно. И они у нас есть в магазине, в котором мы приобретали. Ну и колпачки там как бы отдельно есть. Ну затяжки продаются большими упаковками. А затяжки, а колпачки сами продаются маленькими упаковочками. Их по моему по 100 штук или там по 200 можно покупать. А эти продаются прям по 400. Но в нашем магазине их предлагают даже продавать по штучному. Потому что продаются они не очень. И как бы мастера плиточники не готовы влаживать в это средство. Работают как бы по старинке. Это стяжка подходит и очень хорошо работает при размерах плитки от 30 сантиметров. То есть 30 на 30. В данном случае у нас будет использована плитка 60 на 60. То есть она для этого прям рекомендована. Я не говорю уже о больших форматах каких-нибудь там 50 на метр. Там без нее в принципе не обойтись. И сейчас я покажу как этим приспособлением для выравнивания плитки мы собственно ее пользуемся. Ну приступим. Ну приступим. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 И в дальнейшем прилепится, то этим самым только повысится качество укладки. Вот можно расставить поближе, как это все действует. Вот мы сейчас прижмем, как только до упора дойдет, производитель все рассчитал, что как раз в этот момент, этого момента и хватит натянуть до той степени, чтобы еще сама клипса от нижней площадки не оторвалась. Раз. Два. Вот она, достаточно плотно зажата. Ну вот еще в лодиночку приставлю. Плиточки стоят идеально соединены. Класси на длине поверхности. А также и эти. Прошли сутки и мы продолжаем рассказ о нашем новом приспособлении. Это Кит Тали Левел от компании Руби. За вчерашний день, вот мы выложили уже какую-то поверхность. Здесь я напомню, что было в ведерке, это стартовый набор и в нем было по 100 таких затяжек и по 100 колпачков. За вчерашний день мы не смогли использовать все колпачки. Вот видно, что... Какое-то их количество еще даже осталось. Ну что же... Пять, десять... Семнадцать штучек осталось. То есть, в принципе, этих колпачков из данного ядра должно хватить на день работы. Все заходят, всем интересно, все смотрят и спрашивают, что же дальше. Как теперь это все убирать, откручивать, не откручивать. Покажу, как теперь все здесь обстоит дело. Берутся опять те же самые... Ну, назовем все-таки их щипцы. Никак они там не обозначены. Назовем их щипцы. Они... Вот, заводятся сюда же. Они в слабом месте просто перерывают эту стяжку. И колпачки... Вот у нас какие они были, такие и есть. В том же состоянии. Ну, не надо думать, что они вечные. Все пишут, что их хватает максимум на десять таких затяжек. А потом придется поменять и их. Мы видели такие приспособления у других фирм. Там... Кринушки. Кринушки нужно вынуть. И потом остающиеся... Торчает отсюда... Вторая часть этого приспособления. Нужно их взбивать либо молотком, либо... Как там показано, ногами так бьют. Ну, здесь для этого предназначены специально щипчики. Все продумано. От начала... И до конца. Ну, теперь осталось нам только... Один ричь... Так сказать, мух от котлет. Котлеты в ведерко. От так называемых мух в мусорку. И получается у нас достаточно... Достаточно красивая и ровная поверхность. Всем, кому технология понравилась. И для кого видео было полезно. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока.